в нашей серии ответов на ваши вопросы наверное начнем мы с такого не покидающего нас регулярно всплывающего вопроса там куда делать ксения гитлер кто такая ксения гитлер и так далее начинаю отвечать на этот вопрос первый прежде всего хотел бы сказать всем людям которые подписаны там вконтакте или там еще где-то на вот такую страницу под таким то названием то есть я могу сказать что это фейк который существует уже почти наверное там лет десять может быть может быть восемь который появился как раз еще период самого начала наших нашей концертной деятельности еще где-то там году в 2011 возник такой фейк который украл все фотографии у скачал там его и сделал сделал как бы страницу такую могу вам сразу сказать со всей ответственностью что этот человек как бы ну во первых это какой-то мужик какой-то там дрочер который от лица ксении гитлер не знаю что-то переписывается делает какие-то посты уже почти 10 лет и так далее в друзьях у меня его нету то есть я его заблокировал я писал неоднократно на той странице дураки что он это ведетесь но меня там оттуда удалили как бы тоже заблокировали и как я понимаю этот человек как бы живет чужой жизнью как так что никакого отношения он не имеет если вам нужна настоящая страница то я вам дам ссылку позже в этом же видео найдете ссылку на настоящего человека который исполнял роль ксении гитлер в рамках проекта ансамбль христа спасителя вот если вот вы в друзьях вот у этого из страницы то поверьте что вы переписываетесь каким-то мужиком более того скорее всего он не из россии потому что он выкладывает на этой странице совершенно запрещенные в россии песни ансамбль христа спасителя наши да там какие-то запрещенные материалы и учитывая то что каждый из участников ансамбль христа спасителя регулярно ходит на различные допросы касающиеся там выложены где-то песен так далее то этот человек давно бы уже сидел если он жил бы в россии так что скорее всего это какой-то там или с украины или еще откуда-то ну откуда угодно персонаж к это скорее всего ну сто процентов мужик который вот как бы выдает себя за ксению гитлер так что что делать с ним и сидеть ли у него в друзьях и переписываться ли с ним и слушать его какие-то там живые эротические там ответы или какие там угодно это уже ваше дело вот кто такая ксения гитлера почему она ушла из проекта отвечаю ксения гитлер это такая девушка которая не имела отношения никакого хардкор сцене и вообще к такой к тяжелой экстремальной музыки и какому-либо радикальному искусству она свое время согласилась помочь мне в воплощении в исполнении как бы в рамках придуманного изобретенного мной на тот момент проекта ансамбль христа спасителя она согласилась в нем участвовать и петь таким как бы экстрим вокалом но не люди не сразу согласилась потому что на самом деле если вы вот изучите нормально страницу ее настоящую страницу ссылку на которую увидите под видео то вы поймете что этот человек который абсолютно там далек от фашизма там экстремизма там нацизма там германизма и прочих вот этих вот вещей то есть человек ходит на бессмертный полк там и все проще имеет такие достаточно традиционные академические политические взгляды никакой ксении гитлер отмороженной нацистки там который предстает в образе песен вернее образ который в песнях реализован такой не существует это полностью вымышленный персонаж это просто актриса которая играла эту роль на тот момент вот и ушла она как раз связи вот с этим всем потому что это все было на самом деле не ее вот именно вот эта подача материала уход ее был сопряжен именно с началом нашей концертной деятельности потому что вот 2007 2008 2009 2010 года все было как бы нормально то есть ну наш наше сотрудничество заключалась в том что она приходила на студию и записывала просто там за пару часов своим дорожки как бы вокала все как бы и больше ее этот проект никак не касался она жила своей жизнью там все было как бы хорошо всех это устраивало как впрочем и второй персонаж который исполнял роль старухи и матери сырой земли изначально да то есть тоже пришел записал и ушел там на полгода наши пути разошлись вообще как каждый живет своей жизнью а дальше я уже занимаюсь сведением там одну составлением концепции альбома оформлениями так далее выпуском диска вот и ксения гитлер она вот делала то же самое если на никакой ксении гитлер не было она была просто актером актрисой которая выполняла роль такой бешеные нацистки когда мы впервые выступили в москве в клубе хлеб в 2011 году вот этот концерт как раз вытягивала она потому что ну второй персонаж его исполняющий роль матери сырой земли вообще ничего не мог сделать он не знал материала абсолютно он ну никак даже пошевелиться фактически не мог на сцене можете посмотреть это все на видео потому что кто-то к сожалению этот концерт снял и выложил о чем я очень жалею вот и потом второй наш был концерт это на политическом каком-то съезде в менделеева под москвой мы там было много групп типа там центр там шумовым там этих загад и кристи мат за матрикс там не глеб самойлов ну и так далее многие там борис немцов там был гордон там и так далее вот там вот мы выступали второй раз и третий раз мы выступали в январе 2012 года тоже в москве был второй концерт со скрябином совместный с эдуардом и после этого как бы ксения гитлер так называемая она поняла что вот как бы студийных условиях от нее особо много не требовалось а вот выступать в этом образе общаться с людьми в этом образе и так далее ну что это не ее в один момент она как-то сказала что ну как бы я не хочу публичности я типа соглашалась на то чтобы выступать инкогнито то есть просто быть некой такой картинкой просто а вот конкретно выступать вот в этом образе да мне как бы не очень комфортно там это не нравится моим допустим родителям потому что ее мать и отец такие ну достаточно уважаемые люди и как бы они известные уважаемые люди нет имеют некоторые отношения в частности мать к политике и это как бы было очень негативно воспринято ее родителями это тоже все повлияло как бы и она как бы сможет сказать сливать где-то вот в середине 2012 года как раз вот после вот этих трех концертов живых которые были единственные с ней вот и все и дальше как бы наступил период когда самой такой громкой славы период вот этих запретов на религиозную тематику всякие вот эти вот оскорбленные верующие вдруг стали появляться и группа ансамбль христа спасителя попала в некую такой круговорот шумихи вот вокруг таких типа антихристии якобы антихристианских групп там или христианских но неважно там все что было там связано со словом христос или там вера или иконы это все сразу там оккупировалась какими-то ебанатами которые там говорили вот там это все там только мы имеем право там на слово христос это только мы христиане ну короче вот это все вот вся вот эта шушера она как бы такая просто обезумела на тот момент как раз в 2012 2013 года и несколько лет она вот скажем так было на плаву это сейчас они уже никому особо не нужны сейчас сто раз уже другие проблемы и у страны там и у людей как-то это все полеглось вот этот религиозный фундаментализм тот момент просто вот как раз мы попали вот в эту волну к нам стали запрещать и при этом одновременно у нас пошли как бы постоянные туры ну вот вот где-то весь период с 2000 середины 2012 года и по октябрь 2017 года я допустим вспоминаю с полнейшим ужасом потому что за все это время наверное было из из более 200 концертов отыгранных в этот период концертов 5 которым я могу поставить пятерку это просто какие-то случайные вот концерты когда все было оптимально остальное это был какой-то пьяный ад когда вот ну вокалист прыгал там не понимал слова там не помнил ничего какие-то там или иногда просто спал на сцене там или лежал этим всем полон youtube как будут этими отвратительными видео и очень как бы ну жалко что эти видео существует потому что это было совершенно не то что чем должен был являться радикальный ансамбль христа спасителя из твери вот ну и слава богу все изменилось там осенью 2017 года три года назад когда вот у нас укомплектовался нормальный состав с нормальным женским хардкор вокалом музыка стала еще более техничной такой более брутальной как бы барабаны стали тоже намного бронебойнее чем в начале когда они были или электронные или там панковые ну и конечно мать сырую землю новую нельзя сравнить со старой потому что ну если вы видели вживую что она вытворяет на сцене то я думаю не нечего вам объяснять потому что как старая она просто как бы стояла или лежала или спала практически не двигалась не не разговаривала и вообще даже не шутила вот при общих чертах вот я наверное обрисовал вам причины ухода ксении гитлер так называемый из состава если у вас как бы есть какие-то к ней вопросы то пожалуйста вот он настоящая страница этой девушки эта тема я вам сразу предупреждаю ей не близко она может быть и не заведет разговоры об этом и может не будет вам отвечать или что-то не знаю этого уже абсолютно меня не касается можете как бы спрашивать личных сообщениях и что-то уточнять но от того вот фейка которого я вам показывал который от имени там ксении гитлер ведет какие-то переписки какую-то деятельность совершенно как бы не имеющий никакого отношения к нашей группе них былой не к настоящей я вам думаю что нужно все таки как-то принять какие-то личные меры по крайней мере отписаться или там заблокировать этого человека ну и до встречи ждем новых вопросов желательно интересных желательно по творчеству или по каким-то идейным моментом до встречи в чем-то вот 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 Продолжение следует...